Здравствуйте! Когда мы обнаруживаем сердце Иисуса Христа и соединяемся с этим сердцем, с того момента начинается духовная жизнь. Независимо, кем вы являетесь, неважно, какая проблема есть у вас, если перед проблемой вы станете единой с Иисусом, сердце Иисуса войдет в наше сердце. И тогда знаете, что начнет происходить? То диане, которое было при жизни Иисуса, начнет происходить в нашей жизни. Когда мы проводили мероприятие в Пусане, тогда был сезон дождей. И мы проводили семинар на пляже, где нет никакой крыши. Мы пригласили мэра города Пусань, чтобы он выступил поздравительной речью. И секретарь мэра позвонил нам и спрашивает, сейчас идет дождь, вы будете проводить мероприятие? Мы сказали, да. А у вас что, там нет дождя? Идет дождь. Но тогда как вы можете проводить? Дождь остановится, мы сказали. А сейчас он остановился? Нет, пока идет. Но если вы прийдете, увидите, что дождь прекратится. Когда мэр приехал, дождь прекратился. Мы видели, как Бог действует. Мы верим в Бога. Но очень многие хотят верить в Бога в рамках своего представления. Но когда мы встречаем проблему, мы должны подумать, это моя проблема или это проблема Бога? Реально ли решить эту проблему или нет? Или невозможно? Когда мы думаем. Часто нам казалось, что было невозможным. Я – это я, а Бог – это Бог. Я не Бог же. Как я могу совершить подобное? Однако, знаете, чему Бог меня научил через Библию? Не то, что тебе возможно, а то, что мне возможно. Тебе может кажется невозможным. Но посредством моей силы. Попробуй сделать это дело. Вот так Господь Бог всегда вел меня. Когда мы проводили СЛФ впервые в Америке, казалось, что никто не придет. Мы пригласили брать-сестер в Нью-Йорке. И мы сказали, пригласите многих служителей в Нью-Йорке. Я думал, что может придет 50-60 человек. Но пришло 700 служителей из окрестностей Нью-Йорка. И наших служителей было где-то 50, и было замечательно проводить. И никто из них не ушел посередине. Они все были до конца и слушали Слово. Когда я смотрел, я был так вдохновлен. Слушать Слово они радовались. Бог был вместе с нами. Я много раз видел, как Бог хочет поднять мой уровень до уровня Божьего. Да, может быть, я не могу его постичь. Но посредством Бога, который внутри меня, когда я делал шаг за шагом, я был удивлен. Мой сын сказал мне, «Отец, было бы хорошо, если бы проповеди ваши будут транслироваться через СТН». И он говорил об этом несколько лет. Он говорил, я хочу, чтобы граждане этой страны слушали ваши проповеди. И, отец, я молюсь об этом. Но я не был заинтересован телеканалом СТН. Я ничего не знал об этом телеканале. Мой сын живет в США, поэтому он знал о нем. И поэтому он молился за трансляцию проповедей. Когда мы проводили Всемирный Лага, СТН узнала о нас. Когда я давал интервью, что они попросили у нас? Обычно просят, так скажем, дать информацию о моей деятельности, о моих достижениях перед интервью. А они, знаете, что попросили? Они спросили, есть ли у пастора Успак книга? Дайте, пожалуйста, одну книгу пастора. И мы отправили книгу, которая называется «Секрет прощения грехов в рождении свыше». И ответственный прочитал два раза эту книгу. Один раз прочитал. А второй раз он читал с конца. Читая книгу, этот человек получил прощение грехов. И она свидетельствовала мне. Она говорит «Несколько лет назад я приняла Господа как моего Спасителя. Но только в этот раз я получил прощение грехов». И ведущая, она вышла с книг и так была тронута. Я не ожидал, что они попросят именно книгу мою. В этот раз я давал уже второй раз интервью. И предыдущая, ведущая, она себя плохо чувствовала, поэтому ее не было. И пришел другой человек, который тоже попросил мою книгу. В этот раз мы дали книгу, которая называется «Бог, который оправдывает нас». И, прочитав эту книгу, так был тоже тронут. И пять минут, представляете, рассказывал об этой книге всем слушателям. Он был так тронут этой историей о прощении грехов. Обычно дают интервью на полчаса. Но пока я говорил, я говорил аж целый час. Тогда они поделили интервью на две части и вторую часть показывали позже. Ведущий, прощав книгу, сказал «Полчаса не хватит, надо дать час пастору Ксупак». Так ведущий сказал организаторам, прочитав книгу, они точно получили уверенность в спасении. И их реакция намного лучше, чем мои слова. И телезрители, они удивлялись все. То, о чем я даже не мог представить, Бог совершает. В этот раз, когда мы были в Атланте, страна Гаити, она находится в очень критических условиях, поэтому есть много служителей, которые переехали из Гаити в США. И пришел ответственный за теологическую школу, которая сам является родом из Гаити. И у пастора Нихангую есть сын. Его зовут Ниханцоль. Я помню, когда мы проводили лагерь в Австралии, он столько проблем нам создал. Этот молодой человек передавал Евангелие на Гаити. В этот раз даже убили президента Гаити. Один раз даже такое случилось, что он ехал в машине и встретили бандитскую грудь перов, которые стреляли в них. И он сказал, сестра, наклони голову. И когда сестра наклонила голову, пуля пролетела над нею. И, знаете, было темно, ничего не видно. И ползком они добрались до полицейского участка. Но там только трупы и никого не было. Потому что никто не может противостать против этой пандитской группировки. И потом, знаете, машина вся оказалась дырявая. Но рассказывал я об этом. И он говорит, даже я, даже много служителей уехали из Гаити. Но слушая свидетельства миссионер Лиханцов, он был так тронут. И попросил, пожалуйста, помогите вести в теологическую школу. Я сказал, конечно, помогу. Когда я сказал, что я помогу по такому направлению, он сказал, я буду только благодарен вам. Кого бы мы ни встретили, мы с ними видимся впервые. Но они относятся ко мне так, как они давно меня знают. Когда я был в марте прошлого года в США, я поехал тоже в Атланту. И глава Ассоциации Капелланов, он приехал на машине ко мне пять часов и ждал меня. Рано утром он выехал, и первые половины дня мы с ним общались, я передал Евангелие. И он получил спасение. А в США есть понятие капелланы. Капелланы – это служители, пастора. Капелланами называют служителей, которые работают в военных частях, в больницах, в учебных заведениях. И он хотел отправить служителей в пяти автобусах на нашу конференцию СЛФ. И в один автобус помещается 50 человек. 250 служителей хотят отправить к нам. Однако правительство Нью-Йорка сказало, что мы не проводили мероприятия, где собираются больше двухсот человек, поэтому не проводили. Но когда мы проводим подобные мероприятия, удивительно наблюдать, как Бог открывает путь перед нами. В этот раз 38 наших служителей получили право быть капелланом. Мы начали благовестия Евангелие в колониях. И сказали, что те, которые получат наше образование, им будут сокращать на 10 дней срок пребывания. И в заключении они рады, конечно, участвовать в наших программах. И Бог открыл возможность передавать Евангелие по всей США. Я занимаюсь не своими делами, а делами всемогущего Бога. И испытывая, как Бог удивительным образом действует, это просто замечательно. После того, как Павел завершил третье путешествие, он садится на корабль, который направляется в Рим. И этот корабль встречает большую бурю. 14 дней не могли увидеть ни Солнца, ни Луны. Тайфун образуется в зоне экватора. В зоне экватора там очень высокая температура. Поэтому горящий воздух поднимается вверх и холодный воздух наполняет эту пустоту. И оно направляется в север. И получает влияние от западных ветров. И поэтому ветер поднимается на северо-восток. Тайфун в Южной Корее поднимается к нам, а потом поворачивает в Японию. И Павел направлялся в Рим и встречает Тайфун. Но чтобы 14 дней не было видно ни Солнца, ни Луны, подобного быть не может. Дьявол всячески пытался препятствовать попасть Павлу в Рим. Но однажды явился Ангел Господень. Павел, тебе надо же стать перед Кесарем. Ты должен стать перед Кесарем для того, чтобы передавать Евангелие. Сейчас у Павла нет надежды на жизнь. Но как он может стать перед Кесарем? Ты должен стать перед Кесарем. Ты не погибнешь. Все выживут в этом корабле. Ты должен стать перед Кесарем. Он услышал эти слова. Корабль, он разбился. Но рядом с маленьким островом Мелит. Сотни сказал, те, которые могут плавать, вы доплывите до острова. Кто может плавать, плывите. А кто не может, уходите за деревья и плывите. И все заключенные смогли выжить. Они смогли преодолеть Тайфун. Шел дождь, было холодно. Поэтому жители острова разжигали костер, чтобы согрелись заключенные. Не хватало деревьев, поэтому и Павел начал собирать дрова, чтобы бросить в огонь. Но под этим деревом была ядовитая змея. Поскольку стало жарко, везде огонь, и змея не может никуда уйти. Поэтому змея ужалила его руку. И жители этого острова все удивились. Они сказали, точно он убийца. Если это ядовитая змея укусит, точно умирают люди. Спаслись от бури, но его даже змея укусила. Все говорили, что он точно умрет. Но Павел просто снял эту змею, и он не умер. Ой, как тепло. Только недавно говорили, что он убийца. Они говорили, что вот, он спасся от моря, но не смог спастись от змеи. И пойти он должен сразу упасть и умирать. Но с ним ничего не произошло. Почему? Потому что у Павла было обещание Бога. Тебе надо стать перед Кесарем. Ты должен стать перед Кесарем. Это воля Бога. Буря змея не смогут препятствовать тебе, чтобы ты не стал перед Кесарем. Жители этого острова все были в изумлении. По идее, он должен вырвать кровь и умереть. Однако он себя чувствует, как будто ни в чем не бывал. Сколько его времени не проходило, с ним ничего не происходило, тогда его начали называть Богом. У вождя этого острова был отец, у которого был болезнь, он вылечил его от того. И тогда все больные приходили к нему, а Павел молился и исцелял их. И он благовестил Слово Божие. Вот такое деяние начинает происходить. Это результат, конец. Но если мы смотрим на начало, если ужалил змей, Павел мог подумать, почему Бог мне ужалил змей? Я же благовествую Слово Божие, а я сейчас умираю. Павел мог так тоже сказать. Но знаете, почему важна духовная жизнь? Та духовная жизнь, которая была для нас неясной, через разные-разные события. Бог делает, чтобы мы испытали, как Он жив и действует у нас. Таким образом, вера в Господа Бога начинает расти в нас, и мы можем еще увереннее бежать вперед. Мой сын пошел служить в армию. Он учился в США, и поэтому он поступил в армию только 25 лет. Тогда один человек позвонил мне и говорит, Пастор, я хочу с вами посоветоваться по вопросу поступления вашего сына в армию. Я говорю, да, что случилось? Он уже в возрасте, и поэтому я хочу немножко предложить свои усилия, чтобы он служил не в передовых частях. Я сказал ему, Вы простите меня, но не надо ничего делать. Я считаю, что Бог все приготовил, чтобы мой сын мог пойти и служить в армию. Брат, я благодарен вам, но, пожалуйста, ничего не предпринимайте. Я сразу же отказался. Мой сын пошел служить в армию. И он говорит, отец, я вот везде готов служить только не в специальных войсках. После прохождения подготовок молодого бойца, и он говорит, что он идет в спецназы. И он не хотел туда идти. Но что произошло? Командующий спецназами, у которых три звезды, позвонил главному по подготовке, у которого две звезды. Позвонив и говорит, У меня есть пять секретарей, но никто не владеет английским. И мне нужен секретарь, который владеет английским языком. И сказал, пускай все новобранцы сдают тест на английский язык и дайте нам список, кто владеет английским языком. И мой сын тоже сдавал экзамен, и он занял первое место. И с первого дня уже было определено, что мой сын будет секретарем у главнокомандующих спецназами. А мы об этом не знали. Но после прохождения подготовки он сказал, что идет в секретариат. И он прошел дополнительную подготовку. Всех отправили в третью часть, в седьмую часть и другие части. А имя моего сына не называют. И в конце, эй, Йонгук Пак. Да, сэр. И говорят, ты секретарь главнокомандующего спецназами. И все аплодировали ему. Но он там, конечно, самый младший. Пять секретарей. Однажды в субботу он находился в кабинете у главнокомандующего. И пришел старший солдат. А Йонгук, он же ни в чем не разбирается. И старший солдат позвонил своей девушке, которая живет в Японии. А в армии, понимаете, там же есть безопасность. И оказалось, эта девушка, она связана с Северной Кореей. И поэтому было доложено о том, что главнокомандующий связался с девушкой из Японии, которая связана с Северной Кореей. Естественно, главнокомандующий был очень зол. И он сказал, кто посмел позвонить своей девушке, которая живет в Японии через мой телефон? И все сказали, что это мой сын, потому что он владеет английским языком. Главнокомандующий сказал, почему ты звонил в Японию? Нет, я не звонил, сэр. Как ты сможешь обманывать? Отправьте его в тюрьму. И его должны были отправить в тюрьму. Знаете, мой сын свидетельствовал. Он плохо молился, но в тот день всю ночь он молился, потому что его хотят забрать в тюрьму. Он собрал вещи, чтобы пойти в тюрьму. Но есть один офицер. И он пошел к нему и сказал, я докладываю меня отправлять в тюрьму. А этот офицер спросил, правда ты не звонил в Японию? Да, сэр, я не звонил. Ты же веришь в Иисуса. Да. Можешь поклясться именем Иисуса, что ты не звонил? Да, сэр. Твой отец же пастор? Да, сэр. Можешь именем отца поклясться, что ты не звонил? Да, сэр. Тогда начальник штаба поверил Йонгуку. И сказал, все солдаты, соберитесь. Ты видел, как он звонил? Нет. А ты видел? Нет. Никто же не видел? Никто. Почему вы говорите, что это он звонил? Ну, он же знает английский. Что вы говорите? Начальник штаба пошел к главнокомандующему. Главнокомандующий, Йонгук не звонил. Нет, это он точно звонил. Нет, сэр. Никто не видел, чтобы он звонил. Правда? А почему сказали, что это он звонил? Позовите. Вы видели? Никто не видел. И узнали об этом. И главный сказал тому, который звонил, признайся. Йонгук ничего не сказал. И тут человек тоже не признался. И хотя Йонгук должен был попасть в тюрьму, но мы видим, как Бог помогает. Каждый раз, когда мне тяжело, есть слово, которое я вспоминаю. В Библии написано, что если поймаешь птицу, которая сидит на яйцах или на птенцах, обязательно отпусти. Птица, которая сидит на яйцах, символизирует проповедника, который спасает людей, чтобы родилась новая душа. Птица, которая сидит на птенцах, символизирует пастора, который трудится, чтобы пасти молодых овец. Пока я живу ради этого Евангелия, я прочитал в Библии обещание, что Бог обязательно отпустит меня. Было много трудностей и проблем. Павел ужалил змей. Я ответил, что же делать? Что же делать? Может, как-то надо вылечить или высосать яд? Он не делал подобного. Почему? Потому что Павел знал. Павел, тебе нужно предстать перед Кесарем. Ангел Божий сказал, что Павел обязательно предстанет перед Кесарем. Я однажды встретился с президентом Парагуая. Это был президент Фернандо Луго. Я с ним виделся коротко в Корее и подарил книгу на испанском языке. Прочитав эту книгу, он выразил желание, что хочет со мной встретиться. И посол сказал, пастор, может вы пойти в Парагуай? Я позвонил. Я сказал, в феврале следующего года я пойду в Парагуай проводить лагерь. Можно я тогда встречусь с президентом? И мы договорились, что в феврале встретимся с президентом. И за день до встречи с президентом я позвонил секретарю и спросил, сколько у меня есть времени. Мне говорят 40 минут. Но если президент заходит, можно общаться дольше. Но если нет, тогда нужно будет выйти через полчаса. В тот день я думал, Бог дает мне благовестить Евангелие. Зачем Бог дает мне возможность встретиться с президентом? Чтобы я благовестовал Евангелие. Я должен передать Евангелие. Он очень любит музыку. Поэтому я взял некоторых ребят из хора. Если они исполнят три произведения, я думаю, займет три минуты. Потом на приветствие пять минут. Если отнять пятнадцать минут, тогда останется всего лишь двадцать пять минут. Я взял с собой тринадцать человек тогда из хора. Я сказал им, я буду передавать Евангелие. Ни в коем случае не отбирайте мое время. Если президент спросит, говорите, да или нет. Чтобы больше он ничего не спрашивал. Хор хорошо меня слушает. И я поехал к президенту. Двадцать пять минут я должен был передавать Евангелие. И после приветствия прошло пять минут. Исполнили три произведения, и это заняло десять минут. И из сорока минут у меня осталось двадцать пять минут. И я готовился, чтобы передать слово. И прошло двадцать пять минут. После приветствия я сразу начал говорить. Но я же говорю через переводчика. И он забирает много моего времени. Поэтому я сразу начал говорить. Я прочитал книгу Деяния, 13 глав, 22 стих. Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Я сказал, господин президент. Если у вас будет одно сердце с Богом, это будет замечательно. Почему? Бог поставил Давида царем. Давид был хорош не потому, что он имел хорошее образование или хорошие корни. Но хотя было много людей в то время, но только Давид был по сердцу Божьему. Поэтому отриенов Саула, он поставил Давида царем. Господин президент. Господин президент. Если у вас будет одно сердце с Богом, то Бог будет использовать вас для исполнения Своей воли. Я начал говорить об этом. Это было вступление. И потом, говоря главную часть, я хотел сказать, как мы можем быть по сердцу Божьему. Господь Бог послал Своего Сына Иисуса и распил его на кресте. И когда мы верой принимаем это в ваше сердце, вы будете по сердцу Божьему. И тогда Бог будет совершать Свои дела через вас. И я рассказал, как мы можем быть по сердцу Божьему. Бог послал Иисуса на землю, который умер на кресте. Для чего? Чтобы очистить наши грехи. И Он очистил наши грехи. И когда мы в это веруем, хотя я много согрешил, но Иисус умер на кресте, поэтому мои грехи омыты. Я стал праведным. Я стал святым. И когда вы веруете, то у вас будет одно сердце с Богом. И Бог будет действовать через вас. Господин президент был так тронут. Я рассказывал подробно о упрощении грехов. Вдруг Его лицо изменилось. Он крепко взял мою руку. Безмолвно держал мою руку. И Он принял это драгоценное Евангелие. Я был очень впечатлен. Для чего Бог сделал, чтобы я встретился с президентом? Я, по-моему, уже много раз говорил. В Нью-Йорке я проходил саммит президентов. И приехал президент королевства Сватини, я его хотел угостить обедом. Он очень многое сделал для меня. Я сказал, мой сын живет неподалеку отсюда. Можно ли вас присоединить на обед? Но король сказал, к сожалению, невозможно. Из-за вопроса безопасности правительство совершенно не позволяет нам уходить из этого места. И я сказал, хорошо, я ждал. Смотрю, какой там молодой человек пришел и сел рядом со мною. Я спросил, откуда вы? Он говорит, я секретарь премьер-министра Самой. Я спросил, премьер-министр здесь? Он говорит, да. Он там в комнате. Я спросил, что он делает? Он отдыхает, говорит. Я дал визитную карточку. Я говорю, я пастор. И можете передать мою визитную карточку? И сказать, я пастор из Кореи и хочу встретиться с ним. Можно ли встретиться? Через пять минут он вернулся. И говорит, премьер-министр хочет с вами встретиться. Мы с ним были незнакомы. Он глава одной страны. И даже не проверяли мою личность. Получив просто визитную карточку, он согласился. Это допустил Бог. И я начал передавать Евангелие. Я сказал, я очень благодарен, несмотря на то, что вы заняты. И я начал передавать Евангелие. Я передал Евангелие, посмотрел на время. И прошло сорок две минуты. Я сказал, спасибо, что нашли время. Я попрощался. Я сказал, желаю, чтобы вы отдохнули. И недавно пастор Ким Золон был в Самуэе. И заместитель министра один помог нам встретиться с премьер-министром. И когда пастор Ким Золон сказал, что он пастор, премьер-министр спросил, вы знаете пастора Уксу Пак из Южной Кореи? Он говорит, да, конечно, он мой учитель. И он сказал, я его встречал. Я очень хороший человек. Пригласите его еще раз в нашу страну. Кто бы не послушал, кажется, что это выдумка. Глава страны. Встретив меня, посмотрев просто на висительную карточку. Президент Фернандо Луго услышал в Юмаге, он так радовался. Сорок минут мы общались с ним. И три произведения было, и он вышел. Через 10 минут секретарь президента позвонил мне и говорит, сегодня, вечером. Президент придет на ваши мероприятия iWave. Есть два президента, которые участвовали на мероприятии iWave. Это президент Бенина и Айбори, и президент Парагуая. Нам было очень радостно. Прошло 10 минут, и нам снова позвонили. Секретарь позвонил и говорит, сегодня президент указал, чтобы все министры участвовали в ваших мероприятиях. Я был благодарен перед Богом. Что же делает Бог? Через нас, которые получили прощение грехов через кровь Иисуса Христа, Он желает совершить свое дело. Аминь. 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 Бог желает через всех вас передать волю Бога. Господь Бог создает порой разные события. Порой бывает, что жарят ядовитый змей Порой разбиваются корабль Но не нужно бояться Люди божие К ним Бог имеет особый план Да, Павла ужарил ядовитый змей Почему же его ужарил змей? Жители острова сказали, что он убийца Спасся от бури, но его яд победит Павел не говорил Ой, пожалуйста, помогите мне, ужарил змей У меня яд в организме, пожалуйста, спасите меня Он не говорил подобного Он стоял Он должен был немедленно погибнуть Говорят, есть яд змей, который ты не сможешь сделать даже 10 шагов Да, скакут на лошади И змей жарит ногу лошади И проходит немного времени, и лошадь падает И тогда ты потеряешь лошадь сразу И ты должен оставить лошадь Должен был Павел сразу погибнуть Но он даже не растерялся и не испугался Почему? Если бы меня ужарил бы, тогда я бы испугался Ой Ой, меня укосил змей Что делать? Я бы так сказал Нет ли лекарства от яда змей? Но Павел же, он просто продолжал работать И люди удивлялись Это что, человек? Нет Если человек ужарит змей, как он может жить? Это точно Бог в человеческом образе И у отца, вождя этой деревни, была лихорадка Он исцелил его И все больные приходили и исцелялись И Павел благовестовал Евангелие Бог не сделал, чтобы просто прошли мимо острова Мелит Порой бывало, что Бог меня приводит в какой-то дом Бог создает то, что я даже не планировал Порой бывало, что я встречаю проблемы Порой могут быть тяжести Но все эти проблемы Подобно тому, как змей ужарил Павла Бог это допустил, чтобы благовествовать Евангелие в том острове Обычно, когда кусают змей, тогда люди умирают И Павел должен был действительно упасть мертвым Все видели, что змей ужарил Павла Но он стоял, как ни в чем не бывало И жители этого острова начали думать, что это Бог Он исцелил лихорадку отца, вождя Передавал Евангелие многим жителям Они исцелялись от болезни И Бог действовал Сейчас мы благовестные Евангелия по всему миру Трансфер проповедь через СТН или проводим молодежные лагеря Да, мы планируем, мы молимся перед Богом Но мы точно знаем, что это для того, чтобы свидетельствовать дело Божие Дорогие братья и сестры, всеслушатели Бог имеет индивидуальный план по отношению к каждому из вас Самый плотской человек в мире Понимаете? Человек, у которого нет больше всех веры Тот, у которого самая худшая духовная жизнь Такого человека Бог спас И через такого человека Бог хочет совершить свое удивительное деяние Сначала кажется, что ужарил змей Что кажется, что он корабль разбился Кажется, что Бог оставил меня И думаем, почему я должен подобное испытывать? Этого же невозможно Может быть, нам порой так кажется Однако, Бог действует через все это Неважно, мы могущие или не могущие Кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов И мы люди, которые находятся в плане Божьем Чтобы действовать через нас Ведь Господь многое сделал у каждого из вас Бог желает и сегодня действовать у вас И поскольку мы об этом знаем Даже если будет буря и разобьется корабль Даже когда разбился корабль Когда его укусила змея Когда его хотели убить Павел знал одно Что я в конце концов должен встать в Риме Я должен встретиться с кисарем Я должен благовествовать Евангелие И пока Павел знает этот план Сатана дает такие положения, которые говорят, что это невозможно Но Бог обязательно совершает свой план через Павла Я тоже, когда услышал Евангелие и благовествовало Слово У меня было много проблем и трудностей с тяжестей Но сейчас, когда я глянусь назад Я вижу, что все они решены Богом И сейчас я вижу, что это был процесс для того, чтобы я мог передавать это драгоценное Евангелие людям Может быть, вы испытываете трудности в вере в Бога Может быть, вы испытываете гонения Может быть, есть какие-то мучения Может быть, нет денег Но не нужно бояться Вы в плане Божьем И Бог желает действовать через вас Он открыл новый мир Он вместе с вами И видя его деяние А, эта проблема была дана для этого деяния Мне казалось, что нет пути Но Бог решает этот вопрос Он со мною Да, я не один Бог, Шефион, действует Я так благодарен, что Господь Бог ведет, чтобы я испытал такого удивительного Бога Когда мой сын заканчивал службу в армии Помню, я тогда поехал и встретился с начальником штаба Я сказал, господин, я так благодарен, что вы потрудились ради моего сына Начальник штаба сказал, знаете, я 25 служу И впервые я сказал мнение против мнения командующего И сейчас порой мы встречаемся И также господин, офицер, который помогал, когда я служил в армии А господин, офицер, который позволил, чтобы я работал в части по подготовке молодых бойцов Насколько мне известно, главный командующий, он был уже в возрасте и покинул этот мир Но, знаете, Бог, как будто заранее зная, приготовил людей, чтобы я мог работать в подготовке молодых бойцов И передавать слово Я хочу вам кое-что сказать Среди нас есть те, у которых хорошая духовная жизнь И те, у которых плохая духовная жизнь Есть те, которые любят Господа Бога, есть те, которые живут по плоти Но все вы находитесь в плане Божьем И Бог желает действовать через вас Не смотрите на проблемы с человеческими глазами Откройте Библию А, Бог хочет действовать даже через такого, как я Когда я переехал в деревню Акукту Когда я был в Чампали Когда я был в Кимчоне Были одни трудности Даже сейчас, мне кажется, это страшно Но когда я вспоминаю, как Бог действовал, у меня есть одна благодарность Вдруг среди вас Может быть, кто-то думает, у меня самая плохая духовная жизнь Или я человек, у которого нет веры Может, кто-то так думает Я хочу сказать таким Господь не просто спас вас Он заключил вас в свою волю Если Бог будет действовать Как вы получили спасение Если Бог будет действовать Вы сможете исполнить волю Божию Сатана говорит У тебя не получится У тебя Бог не действует Не принимайте эти мысли, потому что вы в плане Божии Попробуйте перенести вашу ногу по воле Бога Уже 60 лет прошло, как я получил спасение И со временем Бог совершил все новое и все новое И Он научил меня многому Бог очень возлюбил нас И Он хочет через вас совершать дело Евангелие Да, будут появляться разные ситуации Разные положения Сначала будет казаться, что это проблема Да, Павел, может быть, сначала тоже боялся Но со временем он понял, что это Бог действовал Поэтому он веселился и радовался Даже когда он ехал в Рим, была буря Даже когда его ужалил змей Даже когда разбился корабль О, ничего страшного Потому что я встречусь с кесарем Я буду Риме благовествовать Евангелие Бог открыл путь, чтобы я многим людям мог передать Евангелие Я желаю, чтобы с этого момента ваши глаза открылись Чтобы вы увидели, как Бог действует Я не предлагал усилий, чтобы Йонгук служил в хорошей части Но Бог отправил самую лучшую часть для него И пока он служил в армии, мы много проводили мероприятий у него в части Мы видели, как прыгать с парашюта И мы очень тесно общались с этой частью Да сейчас все командующие стали новые Поэтому мы не можем проводить подобные мероприятия Однако для того, чтобы все совершить на земле Бог сделал нас своими детьми Для того, чтобы сделать это драгоценное дело Бог приготовил все необходимое, чтобы использовать нас Расширьте ваш взгляд И даже если будет буря Даже если ужалит змей Не думайте, что вас ужалил змей А принимайте как сигнал, что Бог будет действовать А, Бог действует в моей жизни Интересно, к чему это приведет? Если вы обнаружите волю Бога Ваша жизнь полностью изменится Мы находились в наших мыслях Мы были связаны с своими желаниями Освободившись от них Давайте приблизимся к Богу Будем знать сердце Бога Если мы будем знать волю Бога Я твердо верю, что Бог будет совершать свой план через вас Неважно, кем вы являетесь Я даже во сне не мог представить Что Бог будет действовать через меня таким образом, как сейчас И я не могу представить, что меня ждет в будущем Я остаюсь собою Но когда Бог действует Я благодарен, что Он открыл путь, чтобы я мог благовестить Евангелие по всему миру Прошу, чтобы вы молились за меня Я желаю, чтобы через вас многие люди могли получить спасение Я желаю, чтобы вы стали тружениками Евангелия, которые радуют Бога Получив спасение, я не желаю, чтобы вы жили без веры И потом предстали перед Богом Не просто, ой, я попаду в Царство Небесное Нет, Бог радуется, когда использует меня И Бог проявил такую милость для меня Он благословил меня Если у вас будет такое сердце Представляете, какая будет слава для вас Давайте все мы станем Павлами Станем Петром Станем Андреем Станем Филиппом Станем тружениками Божьими Я желаю, чтобы вы все стали драгоценными служителями Бога Спасибо за внимание